Люди, которые занимаются самой опасной работой, в ближайшее воскресенье будут отмечать профессиональный праздник. Они проводят под землей полжизни. Павел Чумаков о дне шахтера. Наши путешествия в недроземные, а точнее внутрь Софьяновского медного рудника, начинаются не со спусков клетий, как в большинстве шахт, а с поездки на шахтерском лимузине, небольшом автобусе, который доставляет горняков к выработкам, где ведется добыча медной руды. Поездка занимает минут 20. И вот мы уже находимся на нужной нам отметке. 120 метров под землей. Это основная горнокапитальная выработка, которая служит для вскрытия нижедлежащих горизонтов, для вскрытия руды и отработки рудного тела. С первого взгляда кажется, что подземные коридоры пустынны и безжизненны. Однако в горе, как говорят шахтеры, вовсю кипит работа. Говорят, что в шахте трудятся настоящие мужчины. Но здесь мы встретили и настоящих женщин. Ольга Малышева Маркшейдер. Она оставляет на стенах штольни специальные отметки, которые подскажут проходчикам, в каком направлении им необходимо двигаться. Кстати, под землей есть свои легенды и обычаи, которые обязательно соблюдаются шахтерами. Люди бывают разные. Некоторые люди приходят, когда в забой и считают для себя каким-то обычаем здороваться с забоем, чтобы смена прошла гладко и без всяких цейтнотов. Приходят, разговаривают сами с собой и с забоем. В тоннелях движение довольно оживленное. Огромные погрузчики засыпают руду в самосвалы, затем ее вывозят на поверхность. Поэтому нужно быть очень внимательным, чтобы не оказаться под колесами. Здесь же, в подземных лабиринтах, трудится и газна Аухатов, беженец из Украины. Раньше он добывал уголь на Донбассе, но война заставила его сменить место жительства. Переехав с семьей на Урал, сразу устроился работать шахтером. Ну, шахта есть шахта. Как это? Легче. Легче, шахтерский труд не бывает. Коллектив очень хороший. Приняли хорошо. Работаем. Труд шахтеров по праву считается одним из самых сложных и опасных. Только представьте, работать на глубине в несколько сотен метров, в узких и пыльных коридорах, где постоянно гуляют сквозняки и капает вода. Вот и объясни после этого человеку, который трудится под землей, как тяжело тебе сегодня пришлось в офисе. Добыча медной руды на Софьяновском месторождении ведется двумя способами. Открытым карьерным и подземным. Причем разрабатывать карьер будут еще три года. Затем горники полностью уйдут работать под землю. Сегодня, кстати, нам удалось понаблюдать за редким явлением – взрывом горной породы. Взрываем. Понял. На данном взрыве 7 тонн взрывчатки. Взрывали медно вкрапленную руду. Значит, объем порядка 18 тысяч тонн. Ну, если так смотреть, это 1,5-я месячного плана. По добычу руды. По словам горников, шахта слабых духом не примет. Только сильные и закаленные личности становятся шахтерами. Если человек не обладает выдержкой, отвагой, быстрой реакцией и умением сконцентрироваться в опасных ситуациях, лучше ему выбрать другое дело. Например, профессию хореографа. Павел Чумаков, Евгений Кузнецов. События ОТВ.